Здравствуйте! Вы смотрите программу Пульс Дня. Мы обсуждаем новости и их последствия. В студии Наталья Быстрицкая и Данила Русаков. Два мира, два шапира. Байден и Путин в Женеве смогли сделать несколько первых шагов к восстановлению подобия дипотношений. У нас есть договоренность о работе над крупным соглашением о контроле над вооружениями. Я начал работать над аналогичным документом еще в годы Холодной войны. Если мы были согласны пойти на такой шаг тогда, то в чем проблема сделать это сейчас? Я думаю, это действительно неплохая идея. Что может быть плохого в гарантиях сократить угрозы для мира? Саммит не привел к уничтожению ядерного оружия или к воцарению мира во всем мире. Никто не смотрел друг другу в глаза и не заявлял, что может увидеть в них душу. Но он не стал и тем ничего не значащим мероприятием, которые предсказывали скептики. Для президента Байдена это была возможность показать, что он может отстаивать свою позицию на мировой арене, а для Путина это была возможность показать, что Россия имеет значение. Для обоих лидеров все это было деловыми отношениями. Ожидания Байдена были скромными. В итоге я сказал президенту Путину, что у нас должны быть некоторые основные правила игры, которые мы все можем соблюдать, сказал нынешний хозяин Белого дома. Стороны также договорились о продолжении диалога по вопросам кибербезопасности и контроля над вооружениями. В их заявлении была подтверждена приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. «Я сделал то, ради чего приехал», — заявил Байден. Вопрос в том, окажется ли Женевский саммит разовым мероприятием или же генеральной репетиции подписания в ближайшие годы более масштабных соглашений. В члене прессы от прошедшего саммита лучше всего выражать заголовок в Нью-Йорк Таймс «Прости Байден, но Путину глубоко по барабану». Но нельзя забывать, что инициируя встречу, Байден преследовал свои собственные цели и вполне доволен результатами, пишет та же Нью-Йорк Таймс в другом материале. Протокол был полностью соблюден, прозвучали правильные слова о взаимных интересах, но, когда речь зашла о взаимных претензиях, Байден пошел на шаг дальше. Он открыто предупредил Путина, что на каждое действие найдется противодействие. Британская «Гардиан» обращает внимание на то, как Путину все еще удается вести диалог с Западом, несмотря на вторжение в Украину, отравление новичком в Солсборе, преследование Навального, вмешательство выбора и поддержку Лукашенко. И при таком букете Путин, судя по всему, чувствовал себя в своей тарелке. Байден же, наоборот, все время был на чеку, замечает «Гардиан». Ему ни за что нельзя было допустить повторение ситуации в Хельсинки 2018 года, когда Путин вертел Трампом, как хотел. Еще за несколько дней до встречи в Женеве в Белом доме заявили, что от этой встречи не стоит ждать каких-то прорывов. Тем не менее, уже после республиканцы раскритиковали поведение президента. По словам бывшего главы госдепа Помпео, Байден совершил ошибку, отказавшись проводить совместную пресс-конференцию с Путиным. Он позволил ему выступить, распространяя российскую пропаганду и создать видимость равенства между Соединенными Штатами и Россией, сообщил Помпео в эфире Fox News, упомянув, что Путин сравнил действия оппозиции в России со штурмом Капитолия. Если бы рядом с ним стоял американец, то он бы смог сказать «нет, это не то, о чем мы разговаривали, это неправда», подчеркнул Помпео. По мнению бывшего представителя в ООН Никки Хейли, Байден так и не смог противостоять Путину в обсуждении недавних кибератак на Colonial Pipeline и JBS. По версии спецслужб, организовавшие эти атаки, хакеры находятся в России. «Это не так сложно понять. Россия никогда не будет нашим другом», сказала Хейли. По мнению конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, накануне саммита Байден сделал слишком много уступа к Путину, не получив ничего взамен. В том, что касается трубопровода «Северный поток», он сделал огромный подарок, позволив Путину завершить строительство и поставив европейские страны в энергетическую зависимость от России, сказал член Комитета Конгресса по международным делам в интервью газете «Нью-Йорк-Пост». Ленси Грэм, в свою очередь, обвинил президента в просчетах при подготовке встречи с Путиным. Он так и не понял, кто такой Путин, сообщил Грэм в эфире телеканала. В то же время демократы в Конгрессе посчитали, что Байден смог добиться своих целей на встрече с главным кремлевцем. Бывший президент Трамп дал эксклюзивное интервью Шону Хеннити. Через несколько часов после того, как Байден встретился с Путиным, Трамп сообщил, что расстроен тем, что Байден не одержал никаких побед на саммите, где, как он выразился, господствовали Путин и Россия. Цитата. «Мы дали России очень много, но сами ничего не получили. Мы отказались от чего-то очень ценного». Также Трамп заметил, что ему не нравится, как Байден спотыкается в общении с прессой, как это было в Женеве, но проблема не в возрасте, сказал Трамп, которому на этой неделе самому исполнилось 75. Трамп заметил, что его хорошему другу и соучредителю магазина стройматериалов Home Depot Бернарду Маркусу 92, но до сих пор он в хорошей форме. «Послушайте, я надеюсь, что у Байдена нет проблем. Я хочу, чтобы он преуспел в своих делах. Я хочу, чтобы он хорошо себя показал. Я считаю, что выборы были невероятно несправедливыми, но я все равно хочу, чтобы он преуспел ради нашей страны», – заявил Трамп. «На этом фоне Федрезерв пытается всем угодить». «Вы можете думать, что сутью этой встречи был разговор о разговоре, но если серьезно, я думаю, что намеченные цели нам удалось исполнить. С тех пор, как мы начали предпринимать экстренные меры в декабре, экономика постепенно выкарабкивается, хотя мы по-прежнему далеки от цели. Теперь же мы должны огласить план по сокращению покупок различных активов. Это произойдет уже на следующей неделе. На следующих заседаниях комитет продолжит оценивать прогресс экономики в достижении наших целей. А мы заранее уведомим об этом, прежде чем принимать какое-либо решение». Федрезерв, ожидаемо, сохранил около нулевую учетную ставку. В 2023-м ставка может быть повышена на полпроцента. Федрезерв продолжит печатать деньги и покупать активы в прежнем объеме. Жером Пауэлл также отметил, что несмотря на прогресс с вакцинацией, рынок труда еще далек от докоронокризисного уровня. И на этом фоне целесообразно печатать деньги для сохранения мягких финансовых условий. На каждом последующем заседании Федрезерв будет рассматривать возможность сокращения стимулирующих мер, но в данный момент для этого нет условий. При этом Пауэлл оговорился, что на следующем заседании, 28 июля, ФРС только лишь определит проблемный уровень занятости, после которого можно сокращать стимулы. Иными словами, на следующем заседании никаких радикальных мер принято не будет. Забористый метод предлагает губернатор Техаса Грег Эббот. Он инициировал кампанию по сбору денег на строительство стены с Мексикой. И хотя обеспечение безопасности на границах обязанность федерального правительства Техас не будет сидеть сложа руки, пока кризис усугубляется. Штат разработал самый надежный и всеобъемлющий план, который когда-либо видела страна, говорится в обращении Эббота. Газета САН указывает, что теперь губернатору предстоит собрать 250 миллионов первоначального взноса. Эти деньги пойдут на поиск праджект-менеджера и подрядчиков. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил, что поможет Техасу и пошлет туда полицейских. По мнению Десантиса, администрация Байдена не справляется. К слову, Эббот также подписал закон, позволяющий носить огнестрельное оружие, не имея разрешения. Федеральные проверки для некоторых покупателей оружия остаются. Отдельные предприятия могут вводить запреты на ношение оружия на своей территории. Право на оружие священно, считает Эббот. По данным, которые приводит Федеральное бюро расследований, продажи оружия в начале года росли рекордными темпами. После политически нестабильного 2020-го, отметившегося протестами БЛМщиков и спорными результатами выборов, американцы, особенно в южных штатах, решили защищать себя и свои дома. Сами. Коронавирус сохраняет свое присутствие в жизни людей, несмотря на то, что многие уже перестали носить маски и вернулись к обычной жизни, в том числе в Нью-Йорке и Калифорнии. Еще до того, как мы вновь открылись, нам часто звонили и спрашивали, когда это, наконец, произойдет. Но мы не могли сделать этого самовольно. Мы подчиняемся правилам, установленным департаментом по вопросу пожилых людей и департаменту здравоохранения. Мы не могли открыться своевольно без разрешения города. Общее число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем в любой другой стране. Это трагедия, говорит Стивен Морс, профессор эпидемиологии и медцентра Колумбийского университета. Большую часть этой трагедии можно было избежать. На этой неделе Байден призвал вакцинироваться как можно скорее, сославшись на то, что люди продолжают умирать. Сейчас не время терять бдительность, добавил Байден. Примерно 44% полностью привиты, но недоверчивое отношение к вакцинации остается острой проблемой. К ситуации с коронавирусом мы еще вернемся. Продолжим тему преступления и наказания. Два высокопоставленных конгрессмена призвали администрацию Байдена и Харрис расследовать злодеяния, совершенные российскими наемниками в Центральной Африканской Республике. С обращением выступили председатель Комитета Палаты представителей по международным делам, демократ Грегори Микси, старший республиканец Комитета Майкл Маккол. Мы возмущены сообщениями о массовых нарушениях прав человека, совершенных подконтрольными к Кремлю наемниками из ЧВК Вагнера против гражданского населения, заявили закону Творца. Мы призываем продолжить расследование роли Вагнера во внесудебных казнях, изнасилованиях и других душегубствах. А также призываем наших международных партнеров отвергнуть неправдоподобное отрицание Кремлем конечной ответственности за эти чудовищные преступления, добавили политики. Микс и Маккол заявили, что ООН должна принять немедленные меры для сохранения принципиальности ее миротворческой миссии. Данил, это уже стало таким комичным выражением, я буду жаловаться в ООН, а ООН как следует, скорее всего, отмолчиться, отбояриться и вообще проигнорирует. ООН вообще достаточно интересно совершает заявление, которое имеет политическое отношение к повестке дня, которая есть. То есть, если это речь про давление на Кремль, то заявление о том, что временно перемещенные лица в результате войны, которая случилась на территории Абхазии, напомню, случилась она еще после развала Советского Союза, с начала 90-х годов. В основном, это лица грузинская национальность, которые бежали в Грузию, имеют право вернуться обратно. Ну, я так посчитал примерно, сколько сейчас вот самым молодым лицам, убежавшим оттуда, лет, наверное, будет. Но даже если это были люди моего возраста, то им, наверное, сейчас 33-34, но они тогда были совсем детьми. Если это возраст их родителей, то, ну, соответственно, где-то 50-60. Я сейчас не представляю себе человека, который убежал 30 лет назад с территории Абхазии, который каким-то образом, вероятно, на территории Грузии социализировался и живет. Обратное возвращение в регион, который, ну, мягко говоря, сейчас пребывает в состоянии руин. Поэтому, да, это заявление ООН. То есть, как некий символический жест для давления на Кремль, оно абсолютно политически обоснованно, но фактически оно нереализуемо. Поэтому все инициативы, которые ООН выдвигает, нужно понимать, что они не про гуманитарную помощь человеку, да, оно больше про политическую конъюнктуру. Ну, вот, в частности, мы говорили о таких последствиях саммита, которые случились, и, правда, они есть. Вот, например, не только в Соединенных Штатах, но и в других странах постсоветского пространства. Коль скоро мы вспомнили про Грузию, почему мне не вспомнить Украину. Также итоги Женевской встречи прокомментировали. Так вот, украинский МИД приветствует заявления Байдена, которые прозвучали во время встречи с главным кремлевцем. И министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что настало время заставить Кремль уйти с востока Украины. Ну, то есть, Донецкая Луганск область и, конечно же, Крым. Кулеба стал первым высокопоставленным представителем украинских властей, который прокомментировал саммит Байдена и Путина. Ну и напомним, что также был сделан такой символический шаг, что Байден и Путин встречаются в Женеве на нейтральной территории. То есть, ни Москва, ни Вашингтон, ни вашим, ни нашим. А в Вашингтоне ждут визита Зеленского. Это тоже многие расценили президента Украины. Многие это расценили как достаточно такой демонстративный политический шаг, который показывает, что, в общем-то, поддержки Украина не лишится. И тут тоже интересный момент. Это, опять-таки, это все по следам Женевского саммита. Это все то, что происходит в информационно-политической сфере. То, какие инициативы выдвигают политики от разных сил. Вот, в частности, сенаторы из Комитета по международным отношениям прокомментировали прошедший в Женеве саммит. И, в общем-то, республиканец Джеймс Риш выразил разочарование по поводу результата встречи. И это касалось во многом и саммита, который не только был в Женеве. Он также разочарован тем, как происходили коммуникации в рамках форматов «Большая семерка» и «Саммит НАТО». Хотя с его же слов они дали некоторые положительные результаты, но разочарован в связи с вопросами, которые остались нерешенными после встречи Байдена с Путиным. Вообще, на самом деле, любопытно, чем этот саммит дальше обернется, потому что мы помним, перед началом этого мероприятия было заявлено какое-то адское количество тем, которые не влезали. Насколько я понимаю, саммит прошел не больше трех часов, хотя запланированный максимум был до пяти. Так вот, успели ли стороны обсудить за эти три часа, я сейчас просто все, что в память пришло, ситуацию на востоке украинского государства, ситуацию в Сирии, Лукашенко, вывод войск из Афганистана, права человека в России, и иранскую ядерную программу, кстати, тоже обещали, потому что есть идея о сокращении наступательных вооружений и вообще ядерной мощи, так или иначе регулирования, заявил Байден после того, как в Женеве пообщались. Ну, немножко такая глупая ситуация получается, мы уходим все-таки к тезисам, которые республиканцы сами выдвигали, когда были у власти, о том, что, в общем, когда на планете уже не только две страны обладают ядерными запасами, а еще есть Китай, вполне себе, кстати, исламский Пакистан, так вот, когда у всех этих остальных государств ядерные боезаряды, ну, по факту не ограничены ничем, а, ну, Северная Корея, как мы могли забыть такую чудесную страну, даже Северная Корея с ядерным оружием, то почему ядерное оружие должны сокращать исключительно Москва и Вашингтон, то есть, может быть, как-то всех обязать, потому что, ну, Москва и Вашингтон-то сократят, а эти что, то есть, теперь они окажутся тогда в каком-то таком привилегированном положении. Мне кажется, что вопросов все-таки больше, чем ответов по результатам этого саммита, увы и ах. Переходим к следующей части пульса. Не кочегары, мы не плотники. Китай запустил первую за пять лет пилотируемую миссию в космос. Продолжим через пару минут. Продолжение следует...